Это было то место, где мы закончили вчера, в общем-то, но это было про соответствие между специальной линейной группой размерности 3 и специальной унитарной группой размерности 2. Но припомним, что каждая припомнаши матриц елеровских решений, метр косинус фи, синус фи, минус синус фи, косинус фи, ноль, ноль, единичко ноль. Вот така е. И Cтетър напишем, но это будет паварот на углу тетър, но это един ноль, ноль, ноль. Ноль здесь будет косинус тетър, синус тетър, минус синус тетър, косинус тетър. Вот такая матрица, то тогда каждый элемент группы SO3 можно представить как при помощи вращения по отношению треугла. Ну вот это элемент SO3, а для группы SO2 мы показали, что есть такие маленькие матрицы. Би, это и экспоненты, и фи пополам, обратные. Здесь по диагонали, где диагонали есть нули, и есть маленькая C, тетър, которые косин, тетър пополам, синус, и синус тетра пополам, и синус тетра пополам. Так что каждый элемент группы SO2 можно всегда представить как Би, Фи, Си маленькая, тетър, Би, Пси, но это из группы SO2, и тоже мы показали, что при помощи унитарной матрицы каждый элемент группы SU тоже можно представить преобразование подобием из этого вращения. Так, и здесь достаточно определить первый диагональный элемент, чтобы был косинус тетра пополам, и потом все идет на место. Что еще мы видели? Да, можно конечно написать этот общий вид элемента. И то тоже мы назвали эти углы Фи, Ти, 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 И, Пси, углы Элера. Что еще? Видели тоже в каком-то смысле классические группы. Но это была линейная группа, а здесь основное поле, как правило, будет или поле вещественных или поле комплексных чисел. То тоже была специальная линейная группа, потом были всякие ортогональные группы, специальные ортогональные группы. Что еще было? Унитарные группы, специальные унитарные группы, размерности N. И тоже была симплектическая группа, размерности 2N. И, по-моему, это все. Как само одно детали, конечно, будут в видеофайл лекции, так что мы можем продолжить. Сейчас, секундочку, чтобы убрал все эти окна, которые появляются. Так что продолжим от то место, где мы вчера закончили. Но это будет специальная конструкция, которая объявляет объражение групп, которая называется эпиморфизм между этими группами СО2 и СО3. Так, ну, мы попробуем поставить в соответствии каждому вектору в трехмерном пространстве. Поставим в соответствии матрицу 2 на 2, ну, которую по диагонали поставим третью компоненту и минус третью компоненту. Потом в ней диагонали будет само условие, чтобы вот так сделали. И X1 плюс X и X2. Ну, это будет матрица 2 на 2, ну, это будет поликомплексных чисел, если эти реальные. Ну, вот я здесь поставлю и звездочкой. А потом очень быстро узнаем почему. И вы понимаете, что это соответствие все-таки только в правой стороне. Ага, почему. А, вот, да, сейчас работает. Так, и что мы можем увидеть? Ну, конечно, в трехмерном исключительном пространстве есть базисные вектора. Ну, первый можно представить стандартным образом. Тоже второй вектор и третий вектор. И сейчас посмотрим, чем они трансформируются. Ну, первый вектор мы назовем Сигма-1. И X2, E и X3 будут нули. Так что мы получим вот такая вещь. Здесь будет Сигма-2. Ну, тогда будет вот так. И здесь будет Сигма-3. Ну, тогда будет вот так. Ну, это означает, что базису E1, E2, E3 в трехмерном и вклидовском пространстве соответствует вот такой базис. Сигма-1, Сигма-2, Сигма-3. И в это пространство две звездочки. Ну, это означает, что если каждый элемент трехмерного пространства можно написать, можно разложить вот так. Ну, тогда можно разложить вот эту базису. Х1, Сигма-1 плюс Х2, Сигма-2 плюс Х3, Сигма-3. Это будет лежать вот здесь. Ну, вот эти матрицы называются матрицы Паули. Но они появляются в квантовой механики. Когда люди описывают частицы со спином. Они там играют основную роль. И все-таки по их помощи мы остановили это соответствие в одну сторону. Так что мы можем формально написать, что будет это пространство М2 звездочкой. Это будет множество всех элементов, которые в матричной алгебре матриц 2 на 2. Такие, что они эрмитовые. И кроме того, они бесследные. Правильно. Но они из группы СУ2. И тогда при этой уговорке в соответствии между вектором и матриц такого типа это взаимно и однозначно. Надеюсь, что это понятно. Конструкция явная. Так что все можно проверить прямо. Но мы можем заметить, что это будет как ляма. Что каждому линейному оператору, который действует на пространство М2 звездочки. Ну, я не назову это звездочки. Которые действуют на пространство М2 звездочки. Такие, что это звезда и это линейный оператор с веклидованно пространства М2 звездочки. Это будет нормальный линейный оператор, который переводит вектор X вектор Y. Но, другими словами, действие оператора A на пространство M2 индуцирует действие оператора A над... и вклидовам пространство. И поэтому здесь я писал звездочки. Но это будет индуцироване действие. И матрица оператора в базе си вклидовам пространство. Можно предлить из матрицы оператора в базе си вклидовам две звездочки и наоборот. Тоже можно проверить прямым образом, что если умножим наш вектор на число ауфа, то это все-таки линейное соответствие. Это прямым образом проверяется и что если рассмотрим элементи с пространство M2 звездочки, соответствующие на сумму векторов, то это будет сумма элементов. Ну, это можно прямо проверить и скажем... Я проверяю, скажем, первое. То же самое. Так что если... Если... Съответствие... Элементу... X... Вкатогри... ... То так да... что будет соответствует метод вектор. Метод будет α x3, α x1, минус α x2, α x1, плюс α и x2, минус α x3. Ну как конечно вектор α x будет вот такой вектор α x2, α x3, то тогда прямо видно, что это будет α и вот стандартная матрица. А вы наверное пропустили α в матрице h α x во второй строке. Да, 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 естественно. Спасибо большое. И здесь есть α x. Да, спасибо. Но так как никакие другие базы в дальнейшем нам не используются, то мы будем иногда отождествлять операторы и соответствующие матрицы. И пусть теперь Ж етави фиксированы Элемент Группы СО2 И сейчас рассмотрим Такое отображение Физвиздочка Назовем Которые Которые Елемент Елемент А Шикс Ставят В съответствие Подобие С Елемент С Елементами Унитарни Группы Вот Такое Матрице Ну Так как следы Подобные Матрицы Одинаковые То То У них То Мы Прямо Получим Следа Такого Оператора Действующие На Х Но Это Будет Следа G H G Inverse Но Это Можно Циклически Переставлять И В результате Получим Что Следа Не Изменяется Кроме Того Мы Тоже Вспомним Что У нас Жеремитовское Сопряженное Это Тоже самое Как Транспонирование Это Тоже самое Как Обратные Матрицы И Поэтому Если Мы Сделаем Эрмитовское Сопряжение На G H X G Inverse То Тогда В Обратном Порядке Надо Сделать Эрмитовское Сопряжение Правильно Но Это Будет Тоже самое Чем G H G Inverse И Это означает Конечно Чет Ну Обратно 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 Эномители Обратно Сğer Обратно jä Н следят Обратно 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 Огрегать Я Огрегает или общими элементами, ну какой-то y3, y1-y, y2, вот здесь будет комплексно сопряженное и здесь будет вот такой. И это мы будем назвать hy. Ну стало быть отображение f фи звездочкой или соответственно фи, это фи звездочкой или соответственно фи ж, это линейный оператор. Ну фи звездочкой это на m2 звездочкой, а это соответственно на r3. Так что мы полностью уверили, что соответствие операторов это однозначно. И осталось показать, что фи без звездочкой это ортогональный оператор. Вот мы это покажем сейчас. Извиняюсь. Мы это покажем. Так, ну попробуем перечитать длину элементов. Но оператор ертагональный, если он сохраняет норму. Правильно. Это будет как скаларное произведение y в себе. Но прямо можно проверить, что это остальности до знака детерминанта. Аж и y. Но если прочитаем детерминанта, то это будет минус y3 в квадрате, минус y2 в квадрате. Так что сточности до знака это детерминанта. Но детерминанта не изменяется, поэтому это будет то же самое, что это. И тогда воспользуемся подобием минус детерминанта. И здесь будет g hx в квадрате. Но это детерминант не изменится, так что детерминант hx в квадрате. Вот это минус x в квадрате минус. Так что это то же самое, как вот это будет плюс из-за этого минуса. Так что это будет от норма вектора х. Следовательно, фи же ортогональна. Ну, пока не ясно, меняет ли фи же ориентацию пространства, что это зависит от знака детерминанта. Но мы знаем лишь только что детерминанты фи же это плюс и минус единицу. Так. Тоже если попробуем скомпозировать эти операторы, но попробуем скажем скомпозировать фи же и фи же прин действующие на элементи с пространства М2 звездочки. Но когда действуем на на матрици, мы говорим, что это будет звездочки. Правильно. И вот сейчас попробуем так что это будет GXIA и здесь будет G Так что это будет то же самое, но можно сгруппировать элементы. Так, G' обратно на G' обратно это то же самое как G' обратно, но взятие обратной матрицы представляет элементов. Так что это то же самое, что Фи звездочка и G' действующие на HX. Конечно, Фи И е единичная артагональная матрица порядка 3, но это соответствует диагонального элемента, это соответствует единичной матрице в группе SO2, но это SO3. Так что единичный элемент тоже отображается в единичный элемент, и это означает, что соответственно… Можно спросить? Да? Вы, наверное, звезду забыли, где Фи же штрих со звездой должно быть, нет? Сейчас… Да, извиняюсь. Я забыл звездой. Хорошо. Извиняюсь. Тоже самое… Девятил трябва говорить. Не очень просто. Так что мы показали, что это соответствие, которые сейчас можем прямо назвать. Фи… И… Фи… И… Ж… Или то же самое… Фи звездой… Это соответствует матрици… Су… Но это будет так… Фи… У… Глобно морфизом. Так… Ну, если у нас Глобно морфизом. Это будет… Су… 2… Су… 3… Ну, если у нас есть Глобно морфизом, то тогда стоит… Разобраться, как будет выглядеть ядро и образ Глобно морфизма. Так что ядро этого Глобно морфизма, конечно, будет всеомнитарная матрица, для которой фи же звездою равняется образ единичной матрицы. Су… 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 Так… Ф… З… Стар… Это будет все матрицы… Су… 2… Такие, что… Глобна… Х… Глобна… Х… И, это будет то же самое. Но если это будет то же самое, если это соотношение справедливо для базисных элементов, потому что М2 звездой это линейное пространство. Так что мы можем еще написать, что если они коммутируют с матрицами Паули. И потом при моей проверке это можно показать, если просто вспомним, какой общий вид унитарных матриц с группой СССР. То можно показать, что эти матрицы всегда коммутируют с матрицами Паули. Но это означает, что они могут быть только пропорциональны единичными матрицами. Если они не пропорциональны из группы единичной матрицы, то тогда они должны быть пропорциональны базисных элементов. Каждый элемент долинейной комбинации с этого пространства. Так что единственная возможность, которая не попадает в этой линейной комбинации, это единичный элемент. И это означает, что ядро Фи на О звездой, это будет единичный элемент и минус единичного элемента. Так что это довольно общее свойство. И сейчас как упражнение... Проверьте. Следующая формула, что если вращение, оператор вращения, который в унитарной группе, ну который там с экспонентой, вы увидите, что он является линейной комбинацией. Это будет минус сигма 1 синус Фи плюс сигма 2 косинус Фи и сигма 3 остается на месте. Понимаете, это выглядит как вращение в трехмерном пространстве. Здесь нет сюрприза, но всякие магнировности они все-таки сокращаются из-за линейной комбинации и из-за наличия функции синус. Но это можно непосредственно проверить и мы тоже можем заметить, что это означает, что Фи звездой, который соответствует на элемент Би Фи, это вращение в СО3. Но матрицы без главной буквы. Так что если углы выбрать такими, чтобы выполнялись общие соотношения для общих элементов, мы показали, что каждый элемент можно все-таки унитарной матрицей получить преобразованием подобия. То есть это основное вращение. А это означает, что индуцировано и действенно. на группы на группы СО3. Так что это будет без звездочки. Это будет Фи. Оттогда преобразование будет Т. Здесь будет стоять с главной буквы. И вот здесь будет так. 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 И, кстати, мы доказали эту следующую теорему. что группа СО3 является гомеоморфизмом. Соргомоморфизмом. Соргомоморфизмом. Ф, который Ф звездой, который отображает Ж на Ф, Ж и при этом ядро этого гомеоморфизма. И то же, что каждое вращение из СО3 отвечает. Ровно 2 унитарным оператором плюс минус Ж из СО2. Но все-таки полностью разобраться трудно. Но всегда определены с точность за знаки. Вопросът есть. Если не то продолжим следующее важное понятие. Но это будет инфинитизимальное преобразование. Это означает бесконечно малое и следующее будет экспоненциальное отображение. И первое конечно будет инфинитизимное бесконечно малое. Преобразование. Так. Если рассмотрим снова пример, с которым мы начали. И следите в решение на плоскости. Синус А, минус Синус А, плюс Синус А. И когда правърът будет на малый угол, то тогда можно възпользоваться разложением в ряди Тейлора. Синус А. Синус А. Это будет сумма минус 1 на степени К. side小 в степени 2К. alpha в��туре 같아л. Вот это будет 1 минус α в квадрате пополам. И всякое такое. а синус α будет минус единица на степень k, α на степень 2k плюс 1, 2k плюс 1 факториал и k начинает с единицей. Сейчас посмотрим. Нет, с нулю. Это можно писать с нулю, так что это будет α минус плюс и всякое такое. Так что наш оператор lα, наш оператор вращения можно записать. Ну единица минус α в квадрате пополам плюс всякое такое. И здесь будет то же самое. Здесь мы напишем α минус α в кюбе на 3 факториал плюс всякое такое. То есть здесь будет обратное. Так что если группируем соответствующие члены, то те, которые не зависят от α, будет единичная матрица. Потом будет часть, которая пропорциональна α, это будет вот такая вещь. И потом будут всякие члены более высокого порядка. Что мы видели тогда? Это означает, что это означает, что можно представить наше вращение как единичная матрица плюс α. вот такой антисимметрической матрица плюс члены высшего порядка. Именно мы можем это написать в таком виде α и xα плюс α в квадрате. И вот xα, которые будут производны матрица Р по α, когда α равняется 0, это линейный член разложения Тейлора. Называется генератор вращения на плоскость. Иногда это называется инфинтизимальный. Генератор вращения инфинтизимальный. Это означает бесконечно малый. Это латинское слово для бесконечной малой, которое инфинтизима означает. Ну тогда если наше вращение записывается в таком виде, то тогда как будет выглядеть обратный элемент. Но мы проверяли, что это то же самое, чтобы свернуть на ногу минус α. Но это означает, что мы должны заменить α на минус α. Правильно. И тогда это будет означать, что произведение матрицы вращения обратной будет единицей с точностью до члена высшего порядка. Ну вот это будет единицей с точностью до члена высшего порядка. Сейчас здесь будет единицей с точностью до члена высшего порядка. И это должно быть единицей с точностью до члена высшего порядка. И это должно быть единицей с точностью до члена высшего порядка. Ну а мы с другой стороны знаем, что это должно равняться тоже... А что будет если проверим, как будет держаться композиция таких поворотов? Ну формально напишем плюс α1xα1 плюс всякой добавки плюс α2xα2 плюс всякой добавки. И это должно равняться. И это должно равняться поворот на угол, который является суммой углов. Поэтому здесь будет α1 плюс α2. Здесь будет xα1 плюс α2 плюс всякой добавки. Так что то, что мы видим, если мы попробуем сравнить линейные члены, то мы видим, что это линейная комбинация, которая есть линейные члены. Должна каким-то образом соответствовать вот этого генератора. И если мы вспомним, что это соответствие должно быть заработано правильно, мы вспомним нашу историю. Нашу историю, которую мы видели 10 минут назад, когда изучали этот эпиморфизм между СУ-2 и СУ-3. Это соответствие. Но мы видели, что у нас все-таки был такой линейный функционал. И если мы берем линейное комбинацию, то это тоже будет элемент, который будет соответствовать линейные комбинации векторов в висклидованное пространство. Так что это нам показывает, что это соответствие должно быть получено вот таким образом. Чтобы здесь можно, если здесь в индексе стоит сумма, то здесь должна быть какая-то линейная комбинация. Но это пока еще только наблюдение. Мы еще немножко поработаем про это. То, что мы уже видели, что это эпиморфизмальное преобразование не образует линейное пространство, что общий линейный элемент это линейная комбинация. Так что это очень важно. И сейчас мы посмотрим, что будет в пространстве. Так что сейчас рассмотрим в решение в пространстве. Но тогда я немного изменю обозначения. На место Фи, Пси и Тета это будет более удобно, если у нас матрици, которые зависят аргументами с Та обозначаваме тем же самыми буквами, тем же самыми буквами и различающие по индексу. Так что на место будет косинус алфа 3, синус алфа 3, минус синус алфа 3, косинус алфа 3, 0, 0, 1, 0, 0. Следующий будет с двойки косинус алфа 2, 0, синус алфа 2, 0, минус синус алфа 2, 1, 0, 0, косинус алфа 2. А следующий будет зависит от алфа 1, 1, 0, 0, 0, косинус алфа 1, синус алфа 1, 0, минус синус алфа 1, косинус алфа 1. Это будет тоже удобно иметь такое обозначение. Первая матрица будем называть А3, вторая А2 и третья А1. Конечно. Но чтобы это было запросто в шит на случай зависимости от N углов или N параметров. Но если поворот е мал, то мы можем прямо написать как было пара минут назад. А3, косинус алфа кей, X кей. Безконечно мал и более высокого порядка. И конечно X кей будет V8, ну, над V, alfa кей. когда все эти ауфа, скажем, 3 равняется нулю. Это будут генераторы вращения в пространстве. И тогда наш общий элемент, который будет произведением, то есть это будет 1 и sub плюс ауфа 3, x3. Это будет 1 и sub плюс ауфа 2, x2. Это будет 1 и sub плюс ауфа 1, x1. И там есть более высокие элементы более высокого порядка. Еще мы видим, что вот у нас появляется такая сумма плюс элементы более высокого порядка. Ну, это означает, что инфинтезимальное преобразование, они формируют линейное пространство. И мы это будем обозначать вот так. Это пространство, ну, пространство касательных векторов в окрестности единицы. Ну, это в окрестности означает, что очень близко по отношению к этим параметрам. Но, с другими словами, это пространство, это просто натянута на все генератори. И это линейная оболочка с вещественными коэффициентами. И это означает, что всегда можно установить соответствие между нашу группу и это пространство инфинтезимальных преобразований элементов из группы. И это пространство будет касательное пространства в окрестности единицы группы. И будет соответствовать нулевой вектор в это линейное пространство. И сейчас, чтобы понять полностью, мы попробуем рассмотреть более общее преобразование. Ну, мы рассмотрим, я здесь буду называть Альфа. Ну, весь набор этих углов, скажем, Альфа ка. Нет. Индекс, скажем, будет R здесь. И мы посмотрим только линейное приближение. То есть единица плюс линейная комбинация. И попробуем вычислить произвольно n-той степени этого. Ну, это будет единица плюс наша сумма в степени n. И это будет то же самое. Скажем, я здесь поставлю единицу на n. А здесь умножу тоже на n. Вот это будет xk. Это будет на степени m. И если попробуем брать предел сейчас, когда они были бесконечности, то, конечно, n-α-k будет конечным. Но это было воззначено как титра k. И тогда этот предел будет дать А из титры, который тоже самое с титра 1 до титра r. И этот предел, надеюсь, что известен, что это предел будет экспоненциальная функция. И вот и так мы получили съответствие. Я буду назвать этот общий элемент. Который будет просто суммой. Это элемент из этого пространства. Из каждого пространства в единице. И мы получили вземное соответствие с элемента А от титра, который является элементом группы. Вот такое соответствие осуществляется при помощи этого отображения, которое с А приводит А. Этого, которое приводит элемент касательного пространства в элемент группы, называется экспоненциальной отображения. Так, ну и мы увидим, что оно будет играть ключевую роль при построении соответствием между группами или соответствующими агебрами. И сейчас мы изучим более подробно свойство этого отображения. Отображение. Ага. Отображение. Ага. Всяко, что мы видим, что навсегда сходится нормально для каждой выбор функций линейного оператора и всякое так называемое экспоненциальное ряд. Но если рассмотрим формально, скажем, вот такой ряд, и если это А число, то тогда все ясно, это стандартный экспонент. Если А матрица, то вопрос становится менее тривиальный, но если все-таки А матрица ограниченного линейного оператора, то вот этот ряд всегда можно, всегда сходится, и мы это называем экспоненциальным рядом. Так что формально для матрицы мы это будем дефинировать как А плюс А в квадрате пополам. И вот это называется экспонента линейного оператора. Или экспонента от матрицы. Мы просто заметим, что в это определение мы считаем, что все эти матрицы у них или имеют матрици или реальные, или вещественные, или комплексные. И мы можем доказать, что если матрицы А и Б коммутируют, это означает, что они перестанут перестановочные. То тогда есть стандартное правило, что экспонент от суммы, это произведение экспонента. Доказательство получается очень прямым образом. Но просто берем две копия. Единова с факториал А в степени С. Вот здесь будет, скажем, другая буква Т. Единица на Т факториал В степени Т. Т. То, конечно, из абсолютные исходимости. Все это можно сгрупировать. И у нас получится, вот здесь будет С факториал. Т. 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 Это можно прямо записать при помощи биномной формулы, но это будет 1 на к факторию. Вот это будет крана от S, A, S, B на степень крана от S и вот это будет сумма за В, единствено на к факториал. Вот это будет по биномной формулы A, A плюс B в степени К. Правильно. Так что это стандартный экспоненциальный ряд для экспонента от суммы. И законность подчленного умножения наших рядов вытекает из редукции доказательств в числовом случае. Ну конечно для нулевой матрицы у нас всегда есть то экспонент. Это будет единичная матрица среди наших обозначений. Так что отсюда это следует, что, скажем, если умножим экспоненты противоположных матриц, то это будет единичная матрица. И отсюда тоже будет следовать, что обратная матрица или экспонент этой матрицы это будет единичная матрица от минус A. Ну по дефиниции это экспонент этой обратной. Так что они должны совпадать. Так, устали? Ну если что-то еще нам надо, мы по пути вспомним. Ну и следующее, которое мы посмотрим, это будут однопараметрические подгруппы. Линейные группы. Мы попробуем понять, какой алгебрический смысл этого экспонентального отображения. И мы докажем следующее теория, что в соответствие, скажем, мы обозначим так. Что мы видим, что вещественное число, определенное для любви матрицы. Матрица не должна быть обратимой. Ну здесь или на поле реальных или вещественных, вещественных или комплексных чисел. Ну это соответствие хорошо определенное и есть непрерывное хромоморфное отображение. Адитивной группы вещественных чисел. И для доказательствах. В самом деле, если мы просто перефразируем то, что мы уже показали, это означает, что мы имеем... Внутри наш элемент должен быть из группы ЖЛ. И за то, что... Только и за свойства, что обратно. Но и това соответствует на взятие. Замена Т на минус Т. Какое метавори, если... ФИ А от С, ФИ А от Т, но... Так что ФИ А от Т у нас просто експонента от Т А. Но правим образом, можем проверить, но... Експонента ни особо е матрица. Так, вот здесь что будет. Експонента от Т А с експонента от С А. Так что это будет експонента от Т плюс С А, но это то же самое как ФИ А Т плюс С. И все-таки доказательство довольно просто. И, наверное, тоже это будет важно, что обычно множество всех матриц такова вида, где те принимают вещественное значение, называют однопараметрические группы линейных операторов на пространстве две. Ну, при фиксированном базисе это данная параметрическая группа матриц, конечно. И, как пример, скажем, если элемента это просто вещественное число, то тогда... Вот эта однопараметрическая группа... Это группа L по отношению к умножению. И скажем, если... А равняется мнимой единицей, то тогда что еще это будет? Ну, тогда это будет экспонент ИТ. Ну, это будут все точки, которые эквивалентны. Ну, это будет окружность. Правильно. Ну, то есть это унитарная группа. Вот единица. Да, 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 да. Вот это будет одна параметрическая группа, эквивалентна унитарная группа. Но мы уже знаем, что общий элемент унитарная группа и О1. Първите результаты са такими решениями. Так что мы просто поучили снова то, что мы уже знаем. Понятно? Ну, я могу перечитать тоже несколько свойств. Еще несколько свойств. Экспоненты, скажем, если это собственное значение, то какой-то матрицей А, то собственное значение. Матрицей Экспоненты. Не надо это доказывать или уже видели. Ну, как быстрое доказательство. Без значения, если собственное значение простое или кратное. Ну, если кратное, то тогда матрицу не можно деминализовать. Но все-таки с преобразованием подобия всегда можно свести эту матрицу в верхней треугольной форме. Правильно. Ну, это же жердановская нормальная форма. Так. Ну, мы сами знаем, что преобразование подобия не меняет набор собственных значений. Поэтому по диагонали здесь всегда можно поставить собственные значения в каком-то порядке. Так. Ну, тогда если берем экспонента, это будет 1 плюс А в квадрате. Плюс всякое такое. А в квадрате, это будет 1 плюс B, T, B обратное плюс 1 в квадрате. И еще один раз. Так что мы видим, что здесь все это сокращается и в результате получаем, что... А если вспомним, что это B и B обратное, что это будет B экспонент от T и B обратное. Так что если берем детерминант, то прямо получим. И как следствие, это еще означает, что если берем детерминант от экспонента, тогда что это будет? Тогда что это будет? Это будет детерминант из матрица, которая будет вот такая. Так что это будет произведение. Это будет экспонент от сумы. А эта сумма является следом матрицы. Правильно. Так что это тоже другое очень полезное свойство. И в конце мы добрались до того, чтобы можем сказать... Извиняюсь. Что называется АУГЕБУЭЛИ. АУГЕБУЭЛИ. Так. И... Ну, если вспомним про наших соответствий между групповыми элементами и элементами Тагенциального, но касательного пространства в единицу, то мы посмотрим... Ну, мы уже видели, что для общего элемента этого пространства, что у нас есть тата решерка, какое-то странное линейное свойство. Симпено что это должно быть АУГЕБУЭЛЬ xx1 плюс АУГЕБУЭЛЬ xxn что? Что должно быть А1. x, x1 плюс ААААААААААААААААААААААААААААААНал、 xxн что? Что должна быть Uma Н, xxn Мы рассмотрим так называемый групповой комутатор. Наверное, это будет X обратный, Y обратный, X, Y. Я это обозначу вот так и вот здесь поставлю G, это означает групповой комутатор и если элементы комутируют, то это означает, что групповой комутатор будет равняться единички. Так, если не верите, то из этого равенства сперва умножим слева на Y обратное. То получим Y обратное, X, Y равняется X, но когда это сократится. Умножим еще раз слева на X обратное, то получим X обратное, Y обратное, X, Y равняется единички. Так что элементы комутируют, если групповой комутатор равняется единички. Ну, сейчас посмотрим такой групповой комутатор. Скажем, скажем, наших обозначений в альфа, бета и гама. Но это будет альфа обратное от бета и альфа обратное от гама и альфа от бета и альфа от гама и. Ну, если запишем флагмальна ето сума и разкроем скобки и изгрупируем члена-члена и то получим щота такое. Бета-к гама-л, а вот здесь окаже се, что появится нормальный комутатор. Ну, здесь квадратичный член, так что альфа достаточный член будет кубический. И если берем бета, что было альфа и гама, что было минус альфа. Еще получается, что все это равняется единице, только если все эти элементы... Тоже элементы нашего тангенциального пространства. Так что это будет B, A, K, L, S и здесь будет X, S. Это означает, что по отношении обычного комутатора в алгебре, который просто будет... Так что если матрица коммутирует, то комутатор будет равняться нулю. Чтобы это было так, комутатор бы занулился. А для разных элементов это просто означает, что это должен быть элемент алгебры. Так что мы получили вот этого. И сейчас мы в состоянии дать формальную дефиницию, что всякое такое линейное пространство. Только, Георгий, извините, технический момент. Надо иметь в виду, что через несколько минут у некоторых есть другая пара. Ага, понятно. Нужно сейчас дадим дефиницию, что линейное пространство, которое мы ввели, но это касательное пространство в единице, которое замкнуто по отношению алгебрическое комутаторное. Називаясь алгебра ли группой ли ж. Если оно антисиметрично, если комутатор тоже е антисиметричен и удовлетворяя то ждество Якоби. Это означает, что для всех двух элементов, вот эта алгебра ли, Z плюс и части цикличной перестановки все это сделаем. Так что я должен закончить, правильно? Да, так что скажем, в книжке Хамфриса можно посмотреть алгебры. Так что, наверное, надо закончить здесь. И чтобы осталось очень короткое время на вопросы. Вот у нас был спецкурс, на котором мы вводили группы ли, то есть мы сначала вводили многообразие, то есть группы ли, которые являются одновременно и многообразием дифференцированным и группами ли. Это правильно. Все-таки я хотел избежать термином многообразия, чтобы не долбать больше в геометрии, чем надо. То есть это одно и то же, о чем мы говорим. Да, но дифференцированное многообразие это то пространство, которое локально выглядит как эвклидовое пространство. Так что у нас есть непрерывная зависимость от параметров, но дифференцированное, потому что все элементы группы – это дифференцированные функции. Это не точки, просто это функции. Так что многообразие есть база, которая на множество значений аргументов. И точки многообразия – это множество значений функций. И я сказал, конечно, и клиническая проекция там, что муцината согласовала. Я просто хотел этого избежать в объяснение. Для нас было достаточно, что у нас групповые элементы были функции и что мы могли дифференцировать сколько раз, чем угодно. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое, Георгий. Вопросы есть у других? Ну, в принципе, Георгий, если будет вопрос, ты не против, если они писали тебе? Да, но у меня есть электронная почта. Хорошо, хорошо. Ну, разумеется, что книгу, по которой предлагает Георгий, я пришлю всем ВКонтакте. А с артилистом ты можешь прислать этот список 6 книжек, которые я в аннотации курса поставил? Да, 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 да. Ага, понятно. Ну, если у тебя нет файлов, то, конечно, я могу прислать файлы. Если есть, да, пожалуйста. И я уверен, что народ сам очень быстро справится. Спасибо большое. Что-что? Не слышал? Извини. Ну, я говорю, тогда спасибо большое. До следующего. До свидания. 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 Продолжение следует...